Люблю неравнодушных, умных школьников. Именно такой 11-летний Тимофей Ладошкин сегодня с нами этим утром. Тимофей победитель открытого областного конкурса технического творчества Технофест 2020 в номинации робототехника. Доброе утро, Тимофей! Ну, наверное, учишься на все пятерки и любимый предмет физика в школе. Да, причем математика, история. А мое любимое хобби это лего. Первое лего я собралась в 5 лет. Ничего себе! А как появилась первая лего у тебя? Мне подарила бабушка на Новый год. Замечательно. И что ты конструируешь из лет? Мне больше нравится собирать по схеме, а не самому придумывать. Просто собирать набор. Сегодня ты пришел к нам со своим проектом. Это станция по переработке отходов. Почему тебе в 11 лет, в 6-м классе, вообще пришла идея, пришла мысль о раздельном сборе мусора? Ну, я просто шел однажды по улице и увидел, как очень много мусора валяется на обочине. Ну, пришел домой и забил, ой, какая сейчас ситуация с проблемой мусора. Забил? Да, забил в интернете. Вот. И приходит руководитель наш, его зовут Роман Вячеславович Давыдов. Вот. И говорит, вот так и так у нас будет такой конкурс, технофест, и мы в нем участвуем. И я как раз предложила ему идею создать именно станцию по переработке отходов. То есть вот так все сложилось замечательно, да? А в конкурсе можно было принимать участие по разным направлениям? Это именно как бы помощники, которые нам помогают в проблемах глобальных сейчас. Помощники, ты имеешь в виду станция? Ну, не только станции. Те проекты, которые в этом конкурсе? Еще представили, например, там, сверлильную станцию, ну, что помогает человеку. Скажи, пожалуйста, как это все работает, что и из чего сделано? В общем, нам хочется очень посмотреть на проект в действии. Это сделано из LEGO Mainstorms EV3, оно продается в обычных магазинах. А когда компания LEGO создавала этот LEGO Mainstorms EV3, они даже не задумывались, что люди придумывают соревнования. Они просто думали как бы для образования и развития. Полотно белое, я вижу, да? Да. Какие-то полосочки. Это поле, по которому ездит автономный робот-покрузчик мусора. Передвигается он с помощью двух датчиков цвета. Датчики ультразвуки на станциях определяют, когда будет поставка мусора. Датчик видит, что появился какой-то объект. Вот. Он подождал 5 секунд, пока отъедет робот. И начинает работать конвейерная лента и шрёдер. Есть еще два пустых места. То есть это не все конструкции? Не, не все. Расскажи, пожалуйста, вот изначально, что из себя эта установка, твоя станция, представляет? Что каждый из цветов символизирует? Зелёный вот символизирует пластик. Он измельчается. Вот здесь, справа, на пустом месте, должен был быть перерабатывающая станция органики. Органических отходов, да? Она помоет и отправляет дальше. Вот. Это вот металл. Его прессуют. И здесь было дерево. Ага. Его измельчало. Хорошо. Какие-то еще подручные материалы? Или только лего? Нет, только это лего-майн-стормс. Потому что даже в регламенте было написано, что нельзя использовать, ну, другое. Ну, там, резинки, канцелярские кнопки и всё такое. Только чисто лего-майн-стормс. Уже хочется посмотреть на то, как это всё всё-таки ездит, как это происходит, как это движение налажено. Покажешь? Покажу. Показывай. Сейчас. Я нажимаю кнопку. Робот определяет цвет мусора и везёт его на определённую станцию. В данном случае это металл. А с помощью датчиков цвета он ещё и подсчитывает перекрёстки. Супер. То есть всё правильно определил, едет теперь на базу. Да, за следующим типом. Когда мы отвезли металл, мы вернулись на базу и везём следующий цвет. Это у нас цвет пластика. Пластик, да. Так, кладём. Что у нас с пластиком происходит? Он его шередерит. Перемалывает. Измельчает, да. Измельчает и всё. Где это можно применять, эту станцию? Где её можно установить? Я надеюсь, что в будущем, может быть, я, может быть, кто-то другой возьмёт мою идею и сделает настоящий золот. Что ты делаешь для того, чтобы такие идеи рождались в голове? Что нужно делать школьникам, чтобы у них тоже получалось? Быть может, у тебя есть какие-то интеллектуальные тренировки, памятные тренировки. Но я не знаю, какие-то твои секреты. Я, например, рано ложусь спать, никогда не засиживаюсь. Иногда бывает, что зачитываюсь интересной книжкой или собираю конструктор. А так иногда в процессе дня я решаю примеры. Ну, так просто поинтересу. Не по заданию учителя, а так. Математические какие-то задачки, да. На логику и так далее. То есть для тебя самое главное – это соблюдать какой-то режим. Да. В том числе и сна, и бодрствования. Да. Спасибо большое, что сегодня к нам пришёл. Я тебе желаю творческих успехов в таком твоём деле. Надеюсь, что ты нас будешь ещё радовать какими-то очень полезными и важными изобретениями. Спасибо.